Всем привет! С вами я, Поля Полянская. Здесь мы чисто по-журналистски обсуждаем косметику и парфюм. Сегодня у нас распаковка сайта Духи РФ. Честно говоря, никогда бы я не решила заказать с этого сайта. Сейчас очень популярны Духи РФ, рандеву. Но я такой, знаете, я консерватор. И я всегда очень боюсь покупать в неизвестных, незнакомых мне местах. Надеюсь, что ветер не помешает и петличка хорошо запишет звук. Я решила сегодня снимать на улице, ловить последние летние жаркие денечки. Пишет телефон, что 26 градусов. Мне кажется, что больше. Мне кажется, градусов 35, наверное. Ладно, я шучу. Передаю сейчас привет Полине из прошлого, которая подсняла вам всю эту первоначальную, первозданную красоту и показала, как выглядел заказ, когда его только привезли. В эфире Полина из прошлого. Сегодня у нас 25 августа. Всех вас приветствую. И давайте распопоем и посмотрим, что же мне пришло. Первый заказ сайта Духи РФ решилась, заказала и две посылки из золотого яблока. Супер долгожданный. Если вы подписаны на мой телеграм, то вы уже знаете, как давно я это хотела. Даже не выставляла, ничего не анонсировала, потому что обычно я выставляю заказы, показываю, что я уже оплатила, что я жду. Но, знаете, золотое яблоко настолько непредсказуемое. У меня уже несколько раз отменялись такие вот долгожданные штучки, прям день у день. Поэтому я боюсь уже, знаете, показывать. Давайте распаковывать вместе. Естественно, будет снято красивое видео, где я буду с вами в кадре. Но пока что просто такая вот распаковка. Распаковку с сайта Духи РФ хочу снять максимально подробную, чтобы вы знали, как все приходит и как все происходит. Сразу скажу, что раньше таким сайтом я особо не доверяла из сайта Рандево. В принципе, сам сайт мне нравится, но мне пришел непахнущий абсолютно отливант молекулы. Меня это смутило. А сайт Духи РФ, в общем-то, все хвалят. И меня подкупило, что там есть фотоотзывы. Мне просто были интересные ароматы, которых нет. В целом яблоке, например, и они постоянно распроданы. Либо кое-что, то, что вот там им не рассказали, что можно взять на Духи РФ. В общем, все распаковываем и смотрим. Приходит все вот так вот симпатично в пупырке. Как видите, я заказала к Серджо Флиру, тестировала ее в молекуле. Честно говоря, хотела взять в золотом яблоке. В молекуле не было 30 мл. А 100 мне не очень понравился флакончик. Плюс, знаете, такой аромат для меня не на каждый день. Точно не прям must have, must have, но очень хотелось в коллекцию. И я искала именно вариант 30 мл и нашла его на Духи РФ. Раскрываем. Что я хочу сказать. Выглядит все очень приятно. Курьер тоже максимально приятный. Такая вот у нас коробка. И в коробке уже аромат. Я его распакую. Очень так все надежно запаковано. Так. Не могу сообразить. Секунду. В общем, наверняка здесь есть какой-то другой способ. Но я, как всегда, знаете, как всегда рву там, где, наверное, не нужно делать. Но раскрываю уж, распаковываю, как распаковываете. Да. Итак, уже вижу эту красивущую коробку. Цена не сильно отличается с ценой в золотом яблоке. Но, конечно, чуть поприятнее. Вот наша красота. Первый аромат в этой распаковке – это Космарати Лира. Супер поднимающее настроение. Цитрусово-ванильный аромат. Для меня это запах, правда, лимонного какого-то десерта. Лимонные пирожные, лимонный тортик, какие-то, возможно, лимонные конвертики. В общем, это супер вкусно пахнет. И, мне кажется, конечно, безумно красиво для осенне-зимнего периода. Это будет супер-пупер. И коробка очень красивая. Кстати, в наборе у них идет такой вот пакет, что, в принципе, наверное, удобно, но я не знаю. Он не подарочный 100%, просто обычный их пакет. Не знаю, зачем он, если вы заказали на дом, зачем вам такой пакет. Ну, в общем, ладно. Что я заказала? Самая интересная барабанная дробь. Я заказала, во-первых, флорал маск от бренда Atar Collection. Очень я хотела себе этот аромат. Я тестировала его в L'Etoile. Atar Collection эксклюзивно представлен в L'Etoile. Мне казалось, что вообще лучше ничего быть не может. Там он стоит в районе 15 тысяч рублей. Я думала, что это классический представитель селектива, ниши. До того, как Оксана Самойлова пропиарила, что ее любимый аромат – это вот этот вот мускус чего-то там, white mask. Короче, аромат, который вот такой бело-черный, он постоянно пустой. Причем я послушала, это обычный цветочный аромат. Я такой вообще не люблю. Вот, я пошла тоже слушать в L'Etoile. Мне стало интересно. И я влюбилась в упаковку. Сейчас мы все откроем. Специально не вскрывала, несмотря на то, что аромат мне пришел. Что? Несмотря на то, что аромат мне пришел, наверное. Короче, он мне пришел уже какое-то время назад. У меня все стояло закрытым. Давайте раскроем. И все вам расскажу. Влюбилась во флакон. Была готова купить уже в L'Etoile. И вдруг узнала, что на самом деле всегда Тар Коллекшн стоил в районе 6-7 тысяч рублей. И только после активного пиара. Оксаны Самойловой, они поверили в себя и решили повысить ценник. И теперь ароматы стоят 15 тысяч рублей. Что меня смущало и почему я не решилась купить эти духи в L'Etoile? Роскошная упаковка, роскошная коробка. Я посмотрела обзоры, но аромат, он не стойкий. У меня был от Levante, он у меня с собой, но не буду сейчас его доставать. Просто заказала на рандеву такую штучку. Мне понравился запах, но он очень быстро с меня слетал. К слову, аромат полежал какое-то время. Мне кажется, пару месяцев. Месяца, наверное, месяца 3-4 аромат полежал. Он настоялся. Теперь даже пробник стойкий. Полагаю, что полноразмерный флакон тоже нужно будет отправить, чтобы он, знаете, постоял, настоялся, отстоялся. И уже был хорошим и стойким. Аромат шлейфовый. Давайте уже его откроем, мне не терпится. Я знаю, что очень популярен еще у бренда аромат, который называется Hayati. У нас коробочка. А, ну коробка обычная. Я думаю, может быть, она будет бархатной, но она все равно очень красивая. Так, готова? Сейчас будет красота, вот правда. Главное не разбить, не разлить, чтобы он не упал. Так, подождите. Та-дам! Такой у нас красавчик. Короче, только что очень тяжело открывалась коробка. Я испугалась, что я его уроню, он разобьется. Сколько я его взяла? Я взяла на сайте Духи.РФ, потому что с сайта рандеву мне пришел непахнущий пробник. И я не рискнула, честно говоря. Но все равно, вот мне написали, что тоже можно заказывать на сайте рандеву. Это очень удобно. Ну что? Ну что? Такой вот он красивый. Он очень тяжелый. И если не знать, что сам бренд от R Collection относительно должен быть недорогим, относительно современных нишевых расценок, то, в принципе, можно предположить, что такой парфюм может стоить 20-30 тысяч. Это ощущается очень дорого. И, пожалуй, это самый тяжелый флакончик в моей коллекции. Ой, так не пахнет. Ну давайте пшикнем. Понюхайте. Ну да. Что я хочу сказать? Аромат многие называют клоном Бакары. У меня есть Бакара. Очень хочу себе Бакару в экстракте. Нет, нет. Есть какая-то вот эта йодистая нотка, но она настолько, знаете, прозрачная. Бакара, она более карамельная, более сладенькая. Здесь аромат идет более каким-то цветочным, мускусным. Но вот эта нота, которая мне нравится в Бакаре, вот эта йодистая немножко, да, бинтики, она здесь тоже есть. Поэтому очень вкусно. Но я бы не перепутала. Это с Бакарой. Это абсолютно два разных запаха. Мне очень нравится, но я уже чувствую, что... Но я уже чувствую, что... Я уже чувствую, что аромату нужно будет дать постоять, потому что он сейчас очень так практически ничем не пахнет. И вот пробник, который у меня был, он тоже ничем не пах в начале. Вернее, не то, что он ничем не пахнет, он очень слабо пахнет. Ничем не пахнет. У меня молекула. В общем, нужно ему дать постоять. Отправляю в коробку. Вот такая вот у нас красота. Ну, естественно, я не выкину эту коробку. Но вы что, смеетесь? Внутри она бархатная. У Хаяти вроде бы она должна быть вся из бархата. Хочу себе Хаяти. Чем вообще известен бренд Атар Коллекшн? Он известен тем... Кстати, тяжело закрывать. А вот. Атар Коллекшн известен тем, что он, в общем-то, подворовый. Известные парфюмерные композиции. У него есть... То есть это как бы а-ля клон Бакары. Есть еще клон Африканского Бала. Клон Флёр Наркотика. Клон Куин оф Шеба. Это у нас персики от Кили. Она хорошая девочка, становится плохой. Но, опять же, они вдохновляются. Да, похоже, но не на 100%. И вот Хаяти у них полностью уникальный аромат. Вот честно. Я когда его увидела, влюбилась во флакон. И не могла оправдать покупку в 15 тысяч чего-то настолько нестойкого. Но я купила его на Духи РФ. Тысяч, наверное, за 6. 6500, может быть. Что очень удачно. Даже, может быть, 5700. Может быть, я вру. Очень выгодно купила его на сайте Духи РФ. Безумно довольна. Рекомендую вам этот сайт. Честно говоря, в следующий раз попробую заказать на рандеву. Потому что там еще есть всякие промо-коды. Что еще я хотела показать? Космарати Лира. Честно говоря, этот аромат не был в моем парфюмерном виш-листе. Но я случайно о нем узнала. Я его вообще не знала про бренд Космарати. Потом я узнала, что это вроде бы какое-то подразделение. Да, Ксирджов. Ксирджов тоже очень популярный нишевый аромат. И, в общем-то, этот Космарати Лира. Я его протестировала в своем любимом магазине. Молекула. И поняла, что мне нужно. Что это такое? Это лимонное пирожное. Лимонный пирог. Лимонный пирожок. Короче, это лимонный кексик. Пахнет лимоном и тортиками. Цитрусовый. Не сказала бы. Он скорее какой-то лимонно-ванильный. В общем, давайте я сейчас освежу его в памяти. Он был на духе РФ. Появился. Его долгое время не было в наличии. Потом он появился. И я его там тоже взяла. В принципе, разница тут получилась не такая значительная. Сейчас он в яблоке стоит 7800, по-моему. И здесь я взяла его тысячу за 6, наверное. В яблоке с промокодом можно за 7 взять. Но все равно по более приятной цене я взяла. Так, важно, чтобы у нас сейчас ничего не улетело. Что хотела я сказать? Что хотела еще сказать? Многим нравится полноразмерный флакон 100 мл, где идут вот эти кисточки. Они меня бесят. И когда я тестировала в магазине, они у меня еще предательски упали на пол. Мне пришлось, знаете, подбирать их. Короче, я точно знала, что хочу себе 30 мл. Ничего еще не открывала. И стойкой держалась. У меня стоит еще одна нишевая красота, которую я покажу вам уже потом. Тоже держусь. Тоже у нас очень красивая здесь коробка. Повторюсь, Косомарати Лир. Та-дам! Такая вот у нас красота. Такой вот у нас маленький флакончик. Такой вот у нас маленький флакончик. Мне это нравится, потому что можно будет брать с собой. Он тоже тяжеленький. Пушикаем, наносим. Ой! Вы знаете, на что похожи? Вот сейчас, кстати, он мне напоминает Winter Palace. Да? Вот поднимающее настроение какое-то лимонное пирожное, лимонный тортик, лимонный кексик, кексик. Ой! Очень вкусно. Да. Мне очень нравится. Честно вам скажу, 100 мл я бы не хотела. Безумно рада, что у меня теперь есть флакончик в 30 мл. Ну что, такая вот у нас быстрая распаковка получилась с сайта Духи РФ. Сказать, что я довольна, это не сказать ничего. Я безумно рада, что наконец-то я познакомилась с этим сайтом, попробовала. У них удобное приложение, но я нигде не нашла промо-кодов. В следующий раз хочу попробовать заказать на сайте РНДВУ, потому что там есть промо-коды, и тоже интересно. Я нашла столько парфюмерных отделок, которые, знаете, давно хотела купить, нигде не могла найти, например, Духи Арианы Гранде. Должны же мечты воплощаться в жизнь, тем более, когда их так легко воплотить. С вами была я, Поля Полянская. До новых парфюмерно-косметических встреч! Субтитры сделал DimaTorzok